Если после этого управляющая компания не начнет действовать, встанет уже вопрос о лишении организации лицензии. Сейчас это грозит трем коммунальным фирмам Иркутска. Но все же главный вопрос, почему эта весна стала такой проблемной в плане уборки крыш. Об этом мы сегодня поговорили с экспертами. Этот год у нас выдался исключительным в плане погоды, в плане объемов снега, которые выпали, и в плане объема заказов, которые к нам поступили. В этом году первый год, когда мы столкнулись с нехваткой кадров, потому что мы не могли обеспечить все количество заказов людьми. Как правило, были авральные заказы, то есть нам надо почистить еще вчера. Или звонили прямо в 10-11 часов вечера и просили выйти в ночь, потому что валится снег. У нас чистятся кровли от снега при толщине покрова свыше 30 сантиметров. Дальше уже возникают нюансы, которые не прописаны. Но если снег начинает интенсивно таять, мы видим обмерзание желобов, воронок, как факт возникновения сосулек и так далее. Для того, чтобы это избежать, соответственно, мы принимаем решение об очистке крыши. По нашему мнению, ситуация складывается так, что управляющие компании считают, что придет потепление, все само будет таять. Нужно готовиться именно к таким явлениям и заранее это производить, такие работы. Но, к сожалению, сейчас многие управляющие компании, которые, вы видите, не убирают, самоустраняются от таких работ, либо говорят многим жителям, что в тарифе этого не предусмотрено.